МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...вновь обозначить наши позиции по региональному сотрудничеству, что Космжом Артокаев и сделал сначала на Евразийском экономическом форуме, а затем на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Это специальный проект «Президент». Меня зовут Адиль Балтабаев. Мы в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналисты прибывают в концертный зал «Зарядье». Здесь пройдет второй Евразийский экономический форум. Большое событие, собравшее представителей пяти стран. Чтобы гости не блуждали, всюду стоят люди с указателями. Одни из них, выполняя работу, суетились, а другие, судя по всему, не выспались. А вот и знакомые лица. На собрание прибыли представители Казахстана, Евразийской экономической комиссии, Бахаджан Сагентаев и Бахад Султанов. Их мы и попросили прокомментировать разные слухи о ЕАЭС. Например, в инфополе появилась новость о планах введения на территории Союза некой единой банковской карты. А еще раньше в сети обсуждалось появление общей евразийской валюты. О том, что единая валюта будет, такого разговора нет. Я вам официально заявляю, что в рамках, внутри комиссии, мы эти вопросы вообще не обсуждаем. Каждая страна по-своему сегодня готова уже выпускать электронные деньги. И в России, и в Казахстане такие уже решения есть. Но сегодня в целом идет, и об единой валюте, конечно же, нет разговора, потому что этот вопрос изначально был поставлен так, что не будет единой валюты. Казахстанская делегация тоже на месте. Министр энергетики рассказал о переговорах со своими коллегами по ЕАЭС. Времени на интервью не так много. Пиши спереди. Быстрее бегом пиши спереди. Поэтому пришлось записываться на ходу. Обсудили возможности, связанные с взаимными поставками электроэнергии, с введением единого рынка электроэнергии, рынка нефтенефтепродуктов, а также рынка газа. В целом, из ключевых трендов, ну, хотел отметить, что все страны отмечают наличие собственных программ развития энергетики, направленных на обеспечение энергетической безопасности. Но, тем не менее, все понимают, что совместная работа дает дополнительные возможности и в целом будет способствовать стабилизации ситуации на рынках. Пленарное заседание форума стартовало. У трибуны президент Казахстана. Его речь началась с темы логистики и ее глобализации. Наша страна в этом направлении работает на двух уровнях – внутрисоюзном и международном. На востоке Казахстан придает особое значение межконтинентальному проекту Китая «Поиспуть». Это стало более отчетливо понятно после визита президента в Поднебесную. Очевидны планы Казахстана стать масштабной частью, если хотите, ядром этой глобальной инициативы, о чем глава государства прямым текстом сказал в недавнем интервью китайскому телеканалу. «Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на Евразийском континенте», заявил тогда Косымжо Мартукаев. Есть также немаловажная линия север-юг, а еще транскаспийский коридор. И все это делает Евразию и Казахстан в частности центром сопряжения мировой транспортной коммуникации. Я об этом говорю не случайно, поскольку именно транспорт и логистика сейчас выдвигаются на первый план международного сотрудничества. По сути дела, на международном рынке идет борьба за обладание транспортами, маршрутами, логистикой и так далее. Это, кстати говоря, прибыльный бизнес для всех государств. Президент сегодня сказал, что идет сейчас борьба за транспорт и логистику. Вообще, в целом, у нас позиции по этому вопросу, какие, насколько для нас это все приоритетно и с точки зрения евразийской интеграции, мы насколько сейчас на этом делаем акцент. Все эти транспортные коридоры, хоть по широте, хоть по меридиану, они будут идти всегда через Казахстан, когда мы говорим о Евразии. И поэтому, безусловно, нам нужно это реализовать. Ну и, конечно же, желательно это реализовать в какой-то определенной координации. И, по крайней мере, исходя из каких-то общих целей с нашими партнерами по ЕвроАЗС, по Центральной Азии. Без реализации транспортной логистики, торговой логистики, вообще говорить о каком-то обозримом будущем, об успехе не приходится. Но мы не только боремся за это, мы уже делаем практически вещи, вы о них прекрасно знаете. Мы расширяем свои порты, Ахтау, строим новый порт, Курык. Мы построили железную дорогу. Кстати, на сегодняшний день на север-юг маршруте она единственная. Это Казахстан, Туркменистан и Рау. Но выполнение общих целей невозможно, когда внутри Союза все еще возникают логистические препятствия. Это во многом и тормозит полную реализацию транспортного потенциала ЕАЭС. Нужно не создавать конкурирующие маршруты, вырабатывать единую бесшовную логистику, прорабатывать мягкую инфраструктуру. Потому что одно дело построить ЖД или автотрассу, но из тебя на каждой границе новый набор документов, новые проверки, растаможка и так далее. Это все мы прекрасно знаем, это не работает. Поэтому президент говорил и о твердой инфраструктуре, то есть дороги, рельсы, шпалы и так далее, и о мягкой инфраструктуре. О существовании барьеров внутри ЕАЭС говорит и президент. А возникают они из-за невыполнения базовых принципов или четырех свобод договора организации. Это недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. И Казахстан будет продвигать именно эти принципы, смотря на интеграцию внутри ЕАЭС, только через призму экономики. Социальное, культурное, гуманитарное сотрудничество мы и без того развиваем в формате СНГ, ОДКБ или двусторонних отношений между странами. Поэтому не стоит интегрировать все это еще и в экономический союз, размазывая его цели и задачи. У нас есть в Евразийском экономическом союзе союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, создание государства по формуле две страны, одно государство. С единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Но я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему. Заявление по этому поводу сделал и замруководитель администрации президента, пресс-секретарь главы государства Руслан Жельдебай. Он обозначил, что Казахстан не собирается ни вступать в союзные государства, ни тем более их создавать. Наши интересы внутри ЕАЭС строго экономические, не более. Лидеры евразийской пятерки собираются в Кремле. Сначала инструкция для прессы. Вы снимаете каждый своего лидера. И потом отходите назад. Вот проехала машина Путина. Президент России спешит встречать гостей. На месте премьер Армении Пашинян. А вот белорусский лидер Лукашенко почему-то не доехал до крыльца и остаток расстояния дошел пешком. Кстати, на предыдущее собрание Евразийского совета в Бишкеке в декабре прошлого года Александр Григорьевич также пришел на своих двоих. Потому что президентский Мерседес не завелся зимой. Итак, кортеж главы государства прибыл в Кремль. Космиджи Мартукаев примет участие в переговорах в узком составе, а затем в расширенном формате. Следом заходит казахстанская делегация. Ведет ее руководитель администрации президента Олжас Бектенов. Сначала лидеры совещались в узком составе. Неформальная беседа длилась несколько часов. А мы в это время... ...спешим на следующее заседание. А это знаменитый Александровский зал Кремля. Здесь через несколько мгновений состоится заседание. Совет уже в расширенном составе. Ожидается выступление нескольких президентов по видеосвязи. Ну а некоторые лидеры, например, глава Азербайджана Эльхам Алиев, будет присутствовать здесь в качестве гостя. И он также займет место за вот этим столом. За годы работы ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами Союза вырос на 74%, при этом экспорт возрос на 98%. Теперь президент считает необходимым качественно усилить международное сотрудничество с третьими странами и организациями по типу ШОС, ОСИАН и Меркосур. У ШОС и ЕАЭС есть общие приоритеты и сферы, в которых мы можем взаимовыгодно сотрудничать. Но мы не стремимся к новым договорам на данном этапе. Ключевая задача сейчас – это реализация тех договоренностей, что были заключены ранее. Как результат – более глубокая интеграция. Выполнив их в полной мере, мы сможем говорить о дальнейшем повышении уровня взаимодействия двух организаций. Развитие промышленности – еще одно направление, которое озвучил глава государства. Казахстан готов выступить в качестве Центра развития Евразийской промышленной кооперации. Речь о совместном производстве электромобилей, магистральных локомотивов, вагонах, сельскохозяйственной и легковой технике, строительных материалов и химической продукции. Президент также говорил о создании новых транспортных артерий. Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом Евразийского экономического союза, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда поль железнодорожной магистрали Челябинск-Булашак-Иран, протяженность 2873 километра. Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север-Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. Мы готовы реконструировать узкие места в нашей железнодорожной сети Бенеу-Мангстау и на участке автомобильной дороги Бенеу-Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. С развитием товарооборота важно уделить внимание цифровке транзитных процессов, что позволит обеспечить прозрачность и скорость транспортировки товаров. В целом, результаты работы ЕАЭС должен на себе ощущать каждый житель сопричастной страны. Только в таком случае можно будет говорить об успешности и результативности Союза. В следующем году объединению исполняется 10 лет, и Касымжом Артокаев предложил коллегам провести юбилейный саммит в Астане, поскольку договор о создании ЕАЭС был подписан в столице Казахстана. Равноправие – один из ключевых принципов договора о Евразийском экономическом союзе, о котором в своем выступлении говорил Касымжом Артокаев. ЕАЭС – объединение прежде всего экономическое, а потому участие в нем должно быть выгодно для всех сторон. Приоритетом на ближайшее время должно стать обеспечение свободного передвижения товаров внутри Союза. Так сказал президент. То есть укрепляет всяческие взаимодействия, ставя во главу угла национальные интересы государств. Такова принципиальная позиция Казахстана. На этом у нас все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова